На улице Красной, включая Екатерининский сквер и площадь Пушкина, работали Курине. Свою работу демонстрировали 400 мастеров народных художественных промыслов и ремесел. Все желающие могли изучить презентации объектов аграрного туризма, продегустировать продукцию кубанских сельхозпроизводителей, поучаствовать в мастер-классах по различным видам народных художественных ремесел и декоративно-прикладного искусства. Агротуры по Европе, они занимают 30% от общего числа туров. 30%. А мы почему-то не можем? Кубань не может создать агротуры? Может. Просто добраться и заниматься в каждом районе, в каждой станице, пытаться главам создавать условия для того, чтобы поехал турист. Выставка является школой для дальнейшего развития. Мы видим, что из года в год мастерство растет наших ремесленников. Радушно встречала гостей в праздничный день делегации Анапы. Заместители главы города-курорта Людмила Марашова, Александр Колесников, заместитель председателя совета Александр Смирнов, начальник управления культуры Марина Мельникова и анапские творческие коллективы. Изделия ручной работы на ярмарке представили мастера декоративно-прикладного искусства Лариса Виноградова, Любовь Мамина, Марина Лисофенко, Евгений Козлов, Людмила Карпова. По решению жюри лучшими были названы 35 мастеров. В число победителей вошел и анапский мастер Гончар Владимир Иванисов.